Доброго здоровьица! Продолжаем сагу об оздоровлении Эдуарда. 7 июня. Накануне перед сном в 22-23 часа отмин пол чайной ложки, чага сухая пол чайной ложки прополоскал рот содой с перекисью, намазал керосином с воздикой колени и локти. 3 часа проснулся от дискомфорта в левой стопе, сменил тампоны, слизь продолжает выделяться, после этого разболелся большой палец левой стопы, выворачивает суставы, ломит, тянет, боль очень сильная. Продолжалось около часа, затем немного успокоилось. 8.30. Язык с белым налетом, прополоскал марганцовкой, тмин пол чайной ложки, содов внутрь. 9.45. Стул 2.3, жидкая паста коричневого цвета, с фрагментами чаги, тмина, немного желчи, запах канализации чаги. Ничего не смог обнаружить, все перерыл. 10.10. Ванночки для стоп, слизь идет тухлая, идет тянущая боль от большого пальца до колена, колени трещат. Трещат из-за того, что слишком много применяем подсушивающий организм средств. Они нужны для того, чтобы именно бороться с грибком. 10.30 чага сухая, пол чайной ложки, 11 магния сульфат, пол пакетика, 12.00 вибрационный ряд на левую ногу три раза подряд, работает. 15.30 магния сульфат, 1.2 пакетика, 16.35 чага, сухая чайная ложка, 17.10 стул 100%, селевой. Грязевой поток жидкой мути с фрагментами чаги, тмина, свежей желчи, запах канализации, обнаружены обрывки ниток. То есть потихонечку добираемся, добираемся. 18.15 на стой чаге 150 грамм, 23.00 стул 100%, идентичный стулу в 17.10, обнаружить ничего не смог. 23.10 тмин, пол чайной ложки, 23.30 ванночки для стоп, слизь продолжает выделяться. 23.50 на стой чаге 150 грамм, а с 15 по 23.00, весь день практически на ногах. Генеральная уборка по магазинам и прочее. Кору ольхи так и не нашел, левая стопа держится хорошо, в движении боль или дискомфорт почти не ощущается. За день убегался, устал, глаза уже закрываются, а ножки держат, и это хорошо. На данный момент 0.0.25 минут левую ногу не выворачивает. Посмотрим ночью. Вообще-то надо раньше ложиться, это слишком, ну что это в первом часу ночи спать. С 11.00 до 12.00 надо отходить ко сну хотя бы. Итого, ножки явно идут на поправку. Далее смотрим, что здесь у нас с пальцами. Это между, какая-то у нас левая стопа, между большим и вторым пальцем. Ногтевой пластин, не среднего пальца левой, руки черная, типа занозы, вкрапления. Они у меня периодически появляются на разных пальцах, а затем проходят. Продолжается много лет, ощущения никак и не вызывают. Думаю, что это тоже грибок. Все может быть так. 11.00 вибрационный ряд на левую ногу неоднократно. Температура 36.6. 13.00-14.00 лежал, дремал. Левую ногу, особенно в области большого пальца. Первый и второго пальца левой стопы тянет и выворачивает. Ломит до колена. 14.00-41.00 сменил тампоны, слизь перестала отходить, ее нет. Но вокруг по краям затянувшихся ранок волдыри с жидкостью немного зудят. При пальце небольшая боль. Волдыри по типу, с которых все начиналось. Вот когда все начиналось, это говорит о том, что наконец-таки и этим и заканчивается. 20.00-5.20.00. Но плотнее. Не нравится мне это. Надо что-то придумать, чтобы выгнать грибок вон. Надеюсь на дегать. В течение дня левую стопу до колена вытягивает. Волдыр над этим пальцем чувствую неприятно. Кроме этого, в течение дня периодически по времени принимают чагу, сухой настой, полынь, магния сульфат, жую зиру и гвоздику, ванночки для стоп, полоскание сырьевым раствором, дегать по капелькам и прочее. И так и надо делать. Итого, положительная динамика в состоянии ног. Однако грибок, по-видимому, так просто сдаваться не собирается. Остается продолжать создавать ему невыносимые условия, так называемый душняк.